1 июня, день памяти преподобного Иоанна, епископа Гоцкого. Иоанн Гоцкий родился в первой половине VIII века в торжеще Партениты, ныне поселок Партенит, возле Алушты. По этнической принадлежности родители были, скорее всего, греками, а в Крым переселились из-за неспокойной ситуации на родине. Мать святого Фатина еще до рождения сына дала обет посвятить его служению Богу. В 754 году Гоцкий епископ и желание угодить императору Константину Кампраниму подписал определение Иконоборческого собора в Константинополе и в награду за это был назначен митрополитом Гераклии Фракийской. Житие Готии на место отступника избрали Иоанна. Но не сразу преподобный принял сан, а только после посещения святых мест. Три года он провел в Иерусалиме, после отправился в Грузию, сохранившуюся от распространения Иконоборческой ереси, где и был Хиротонисан. Затем вернулся на родину. В 780 году при императрице Ирине преподобный Иоанн послал константинопольскому патриарху Павлу свиток с изложением веры, выписки из Ветхого и Иного Заветов о почитании икон. По удалении Павла в 784 году с разрешения императрицы Ирины он приезжал в Константинополь по делам церковным, участвовал в Никеевском соборе, восстановившем иконопочитание. По возвращению в Готию в 787 году епископ Иоанн нашел, что хазары заняли своим гарнизоном Дори, главный город его епархии. Иоанн убедил властителя Готфии выгнать хазар, но Каган хазарский вновь овладел этим местом, многих казнил, а преподобного Иоанна отдал по стражу. Верные помогли епископу бежать за море в Мастриду, где он и умер спустя 4 года. Тело епископа было перевезено в Партенит и погребено на горе Аюдаг в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот храм по преданию был возведен по инициативе преподобного Иоанна. Очень многое из жития преподобного Иоанна пресекается с сегодняшними событиями. Церковь Христов в те давние времена была атакована еретиками и раскольниками, желающими разделить ее божественное тело и внести смуту и раздор в ряды верующих. Преподобный на своем уровне пытался воспрепятствовать иконоборческой ереси, внедрение которой поддерживал император. Он тщательно собирал материал в защиту иконопочитания, основанный на Священном Писании, не обращая внимания на тех, кто отступил от канонов в угоду властям. Ересь — это душегубительная сила, которая разрушает человека и топит его в страстях, так как отделяет его от Церкви Христовой. Она ведет к расколам и разделениям. Сегодня мы тоже переживаем непростое время. Враг рода человеческого раскалывает Церковь и удаляет заблудших чад от пути спасения. Как же мы можем защитить Церковь? Дело в том, что защитить Церковь может только Господь, ее Создатель. Все мы, христиане, спасаемся в ней, и наша задача состоит в том, чтобы не уклониться от тех несокрушимых основ, в частности, Соборности, которые Господь заложил в фундаменте Своей Церкви. Исповедовать и хранить неискаженную апостольско-святоотическую веру — это и есть наша забота из всех забот. Этим, по сути, и занимались все святые вселенские соборы, утверждающие и хранящие догматы Церкви. Догматы — это вечные богочеловеческие святыни, по слову преподобного Юстина Поповича. И ум человеческий не может не всеохватно понять их, не придумать. Догматы могут лишь до некоторой степени быть поняты и только умом Христовым, умом охристовленным. Святейший патриарх Тарасий говорил, что касается догматов, то погрешишь ли в малом или в великом, это все равно, потому что в том и другом случае нарушается закон Божий. Следовательно, нет малых отступлений, каждое отступление влечет за собой большую катастрофу. Будем же молить преподобного Иоанна о даровании нам стойкости в вере и истине, о верности церковным канонам и святым Церкви, хранителям апостольского предания и о безусловном доверии самому Господу нашему Иисусу Христу, а через него и Пресвятой и Женовочальный Троица.